Розовая морковка, черные томаты и фиолетовая внутри картошка. Эти волшебные овощи придумали далеко не современные селекционеры. Некоторые сорта известны столетиями. В Ленинградской области их тоже выращивают, но в качестве эксперимента. По объявлению с рук купила фиолетовый внутри картофель сорт Витилот. Его еще называют синим французским трюфелем. Любимая картошечка Александра Дюма, между прочим. Из-за низкой урожайности его в промышленных масштабах не выращивают, но почему бы не посадить у себя на даче? Так, пока я его не закопала, нужно проверить, какой он внутри. Вот такая вот космическая картошка. Такой картофель считается диетическим. В нем намного больше крахмала и витаминов, чем в обычной картошке. А еще говорят листья красивые. Я их посадила. У меня выросли огромнейшие, я вот даже не побоюсь этого слова сказать, просто огромнейшие кусты. Такие все зеленые, массивные, прям, ну просто прелесть. И вот с четырех кустов у меня я собрала четыре ведра картошки. А вот что вырастает у других огородников в Ленинградской области и Подмосковье. Не картошечка единой. Одной морковки только около 60 сортов. И белая, и красная, и почти черная, и бурая. Выбирай любую и выращивай. Она ведь абсолютно неприхотлива. Сорт неплохой, поздний. Морковка будет лежать, хорошо храниться зимой. Почему я делаю такое утверждение? Потому что на вкус эта морковка очень сухая, в ней очень мало сока. Зато в таких вот фиолетовых овощах много полезных веществ. Что в морковке, что в картошке. Такой картофель имеет темно-фиолетовый цвет за счет содержания антоцианинов. Эти вещества являются антиоксидантами в нашей организме. А также такие сорта картофель содержат и другие антиоксиданты, такие как витамин С, витамин Е и каротиноиды. Такое большое количество антиоксидантов обеспечивает нам профилактику развития раковых заболеваний, укрепляет сосудистую стенку, улучшает наше зрение, а также препятствует развитию атеросклероза. Такие сорта картофеля содержат большое количество крахмала. Однако за счет содержания антоцианинов. Этот крахмал не будет так быстро повышать уровень глюкозы в крови, а следовательно, может быть использован у людей с избыточной массой тела. В настоящее время существует большое количество различных цветов моркови, которые имеют разные цвета. Цвета моркови придают различные пигменты. Так, например, желтая морковь будет содержать такие пигменты, как сантофил и лютеин. Эти вещества способствуют улучшению нашего зрения, они защищают сетчатку глаз, а также придают определенный цвет кожи, который является естественным для нас. Красная морковь содержит ликопин и бета-каротин. Это вещества, которые помогают нам профилактировать развитие катаракты, также будут улучшать наше зрение. Бордовый цвет моркови придает вещество бетаин. Бетаин усиливает кислотность желудка у людей с пониженной кислотностью, и поэтому для них такая морковь будет полезна. А вот людям с повышенной кислотностью желудка, все-таки от таких видов моркови следует отказаться. Белая морковь не содержит никаких пигментов и биодоступных каротиноидов. За счет этого она может использоваться в питании детей при наличии у них аллергии на различные каротиноиды. Бордовые, синие и более красный насыщенный цвет моркови придают антоцианины. Это вещества, которые являются для нас антиоксидантами и профилактируют развитие онкологических заболеваний, а также укрепляют наш иммунитет и способствуют защите от различных вирусных и бактериальных инфекций. Фермы помидоры не относятся к генетически модифицированным сортам. Они выведены с помощью методов классической селекции, когда скрещиваются разные сорта. А такой цвет получается при смешении пигментов красного и фиолетового. Красным пигментом в помидорах является ликопин, а фиолетовым антоцианины, которые являются антиоксидантами в нашем организме. За счет такого большого количества антиоксидантов помидоры можно использовать как средство в профилактике онкологических заболеваний. Также они содержат такой антиоксидант как витамин С, а витамин С еще способствует укреплению нашего иммунитета и борьбе с постудными инфекционными заболеваниями. Помидоры можно использовать при лечении циститов, нефритов. А также, если их употреблять до обеда, они будут способствовать выведению фосфатных микролитов из печеночных протоков и обладают желчегонным действием. Конечно, эти непривычные овощи едва ли появятся на полках супермаркетов. Во-первых, цвет пугает. Они гомеолем не продают. Во-вторых, цена, которая намного выше, чем на привычные овощи. А все из-за сложности культивирования. Впрочем, если захотеть, можно и виноград в нашей жироте вырастить.